Привет! Что читаете? Сегодня дежурное почтение я, полковника Варима. Андрей Рубанов, один из самых неординарных и непредсказуемых современных прозаиков. Автор книг «Сажайте и вырастет, готовься к войне, стыдные войны и многих других». Кроме того, он пишет сценарий для фильмов и сериалов, регулярно публикует свои рассказы в журналах «Сноп», «Эсквайр», «Афиши» и других. «В бубен бьем, никогда не врем, наше дело глумецкое, озорное молодецкое. Конечно, я знаю ваш язык, я сам винет, а ты, судя по говору, вятич. Вот, угадал. А отец мой помер, пошел в лес и его зверь задрал. Когда он меня родил, ему было 84 года. Когда он помер, мне исполнилось пять. Но рассказ вообще не про меня, а про молодую девку. Если в рассказе нет молодой девки, это, как ты понимаешь, и не рассказ вовсе. Обязательно девка должна быть. Конечно, я не местный, здесь у вас бывал, но очень давно, может, лет семь назад. С тех пор тут все изменилось, лучше стало. Очень мне у вас нравится. Народу толпа, все нарядные, на каждом углу пиво наливают ты брагу. И девчонки красивые, такие, что и подойти страшно. Нет, я не робкий. Я же глумила, мы робкими не бываем. Перед старшинами не робею. В любой богатой гридне держусь, как у себя дома. А девчонку увижу сам не свой. Нет, ты мне так много вопросов не задавай, лучше налей. Я буду рассказывать сначала коротко, а затем более подробно. Мое лицо при этом может принять неприятное выражение. Кроме того, в определенное время я впаду в нарочитое состояние. Могу крикнуть или заговорить не своим голосом. Или хватануть себя зубами за пальцы. Может, и слюна изо рта пойти. Или сопля из ноздри выбежать. Но в таком телесном проявлении не будет ничего стыдного. Я не обещал, что будет легко и приятно. Ничему не удивляйся, просто слушай, получай удовольствие. Понимаешь меня? Хорошо, тогда слушай. Сегодня мы решили рассказать вам о романе, «Финист Ясный Сокол», потому что эта книга является новинкой. Пополнивший фонд Дворца книги в ходе реализации проекта «Формируем фонд вместе». Именно этот роман захотели видеть читатели на полках библиотеки. Если вы тоже хотите повлиять на формирование фонда, то заполняйте заявку на сайте Дворца книги или в отделе статистики. Очень-очень давно, когда я был горячий, легкий, точный и веселый, когда моему разуму открывалось расстояние между тем борзым мальчишкой и мной теперешним. Я ужасаюсь и восхищаюсь силе водоворота времени, протекающего через все живое. Коловрат всесилен, это так. С тех времен я прожил еще две судьбы. Был вором, потом колдуном, теперь живу четвертую судьбу, может и не последнюю. Я мало помню из бестолковой юности, только самое изумительное, самое стыдное и самое страшное. Наша память так устроена. И вот эта девка была самый изумительный человек, которого я встретил в те лета. А все, что с ней случилось, самая страшная быль из всех моих былей. В прочие годы передо мной появлялись другие невероятные люди, скроенные по удивительным меркам, туго заряженные силой жизни. Но девка Марья первая из них встретилась мне в мельтешении людской гуще. Поэтому она навсегда со мной останется на дне разума в самой твердой памяти. Мама моя была обычная баба, дочь Бортника. А отец тоже был Глумила, скомарок. И мать, когда влюбилась, с ним ушла. И так родился я. И дед мой тоже был Глумила, и прадед. Навыков много в этом деле, и они передаются от отца к сыну. Но не обязательно. Бывает, что отец какой-нибудь простой засечный оратай, а сын и поет, и играет, и чего только не вытворяет. Вот мой друг тех времен, Рыжий Кирьяк, он был именно такой, Глумила в первом колене, а я потомственный. И число колен моих велико. Мой род от Дамира, и от Глеба, и от Владуха, и от Новика. А там дальше и другие есть. И слава их гремела по всей оке, до самого Итиля, и дальше до Лукового моря. И пока я не начал своего рассказа, скажи мне, где тут можно недорого переночевать? Отсюда четвертый дом, говоришь? Но там нет домов, только землянки. Нет, я не против, но моим костям полезно спать на дереве. Без обид, ага. Роман Рубанова «Финист ясный сокол» – очень красивая история. Автор воссоздает русскую народную сказку о финисте ясном соколе в жанре словенского фэнтези. На фоне раннего средневековья на Руси молодая девка Марья встречает свою любовь, быстро теряет ее и отправляется в трехлетний поиск своего любимого. Книга Андрея Рубанова делится на три сказа – Глумила, Кожедуб и Разбойник. Все три части о разных людях и судьбах, но объединяет их одна цель – помочь Марье найти своего суженного. На их пути будет немало непростых ситуаций, опасностей и, конечно, любовь. Много дружбы и совести. Тут же и змей горын за тыном, тут же и бабка Язва, тут же и мавки, и даже будут железные стоптанные лапти, железный каравай и железный посох. А еще есть трое молодых удальцов, которые беззаветно любят девку Марью. Один защитил, второй довел до края земли, третий донес до неба. Каждый бы ей золотые горы к ногам положил, но напрасно пытаются завоевать сердце возлюбленной. Ее, неземная любовь к соколу-жениху, не подвластная их усилиям, и не для того она отправлялась в далекий путь. Допустим, ежели я заплачу полкуны лысых за три ночи с хорошей хозяйкой, подберешь мне что-нибудь, пока я не охмелел? Рассказывать буду долго, предупреждаю, до утра могу, если твоей браги хватит. Да, кстати, пока не забыл, вы тут, извиняюсь, кому требу подносите? В смысле, какому богу жертвуете? Чего молчить, это простой вопрос. Мать моя подносила мокоши, чтобы был в доме достаток, и скоть ему богу, чтобы дал еще детей, и хорсу, богу света и тепла. В моей родной селезьбе все подносили хорсу, ну вот и мать подносила ему, а вы кому подносите? Ага, понимаю. Ну что ж, хорошо. Вот и я ему теперь жертвую с первой чаши. Да прольется сладкая брага прямо в горло этого сильного бога. Пошли удачу вашему дому, и чтобы его двери, когда надо, открывались во всю ширину, а когда надо, закрывались накрепко. Сам я не скажу, чтобы часто подносил требу, и у меня нет какого-то одного бога, на которого я полагаюсь. Мне кажется, что боги мало про нас думают, а больше заняты своими делами. Они такие же, как мы, они тоже движутся по кругу, они ничего не могут изменить. Иногда мне кажется, что боги нас обманывают. Мы проливаем кровь на их алтари, а на самом деле наша кровь им не нужна, а нужно что-то другое. Подожди, не надо так глазами сверкать. Я не хулитель богам, но я не обещала, что рассказ будет простым. Мы уговорились, что я буду излагать, а вы слушать. Слушайте и молчите. Я жертвую, как любой другой нормальный человек. Всегда, когда мне нужна подмога. Я бродяга, мы же глумилы, мы ходим из одного места в другое, а в каждой селитьбе свои порядки. В одном месте стоит Мара, и я жертвую Маре. В другом стоит Хорс, тогда я жертвую Хорсу. Конечно, от сердца жертвую, иначе какая жертва? Но повторяю, я не из тех, кто по любому поводу курицу на требище несет. А вот как отзывается об этом романе его читателя. Это одна из тех книг, которые не хочешь дочитывать, переворачивать последние страницы, уходить из чудесного нового мира. Все премии, награды, похвала, все заслужено. В любимые книги, без лишних слов. Это невероятная история. Не бывало ярко, сказочно и как-то очень по-другому. Мне кажется, что с такими впечатлениями я воспринимала истории только в детстве. И вот оно снова. Замечательная книга, хороший язык, интересный сюжет, роман-сказка, сказания, былина. Очень правильная книга и герои, и поступки, и мотивы. Честно признаюсь, когда закончу этот сказ, сами поймете. Один умный человек, живший на другом конце света, сказал, что Бог получает Божью долю, а человек – человеческую. В общем, я больше думаю про свою человеческую долю, а боги свою Божью долю как получали, так и будут получать. Однажды я был в городе, где стояли два идола – бог скота и бог неба. И эти идолы были такие древние, что от времени черты их стерлись, и волхвы забыли, кто есть кто, и стали называть их просто два бога. Устроили общий жертвенник и приносили одну требу двум богам сразу. И ничего, богатый был город, красивый, его жители не знали горя. А в другом месте, далеко на севере, люди жертвовали окаменевшему черепу древнего змея, причем кровь не проливали, а отдавали ему зубы. Волхв брал дубовую киянку, выбивал человеку один-два зубы и клал внутрь черепа. Вот это жертва, вот это я понимаю. Я видел тот череп высотой в три сажения. Он на одну половину врос в землю, а на вторую половину был доверху наполнен пожертвованными человечьими зубами. Сами волхвы, притон в змеевом требяще, были тоже без зубов, все кроме одного, молодого ученика. Но он всем жевал. А в третьем месте я видел идола, который весь по самую макушку был погружен в землю, но понемногу сам собой выпрастывался из земли очень медленно, год за годом, на пол вершка в год, выше и выше, так что однажды показались глаза, а затем нос и шея. В тот год, когда я его видел, он вылез по грудь. Ему жертвовали очень много, он был весь покрыт свежей кровью, выглядел почти живым. Короче говоря, я оттуда быстро ушел, как сейчас помню. Волхвы с того требящих говорили, что когда идол выйдет весь из земли, он подпрыгнет и в тот же миг весь средний мир лопнет пополам. Нет, я не боюсь гнева богов. За что им на меня злиться? Кто я такой? Я не князь, не старшина, не ярл, не богач, не вор, не злый день. Я всего лишь шут. Я боюсь одного, что мой рассказ не будет интересным. Если ты перестанешь меня слушать, отвернешься, начнешь скучать и думать о постороннем, это для меня самая страшная беда. По сравнению с этим гнев богов ничего не стоит, поверь. Поэтому мне важно найти правильные слова, самые точные, пусть и не самые красивые. Красивое слово часто обманывает, как обманчива любая красота. Посмотри на меня, мне 119 лет, я отвратительный старик, а когда-то все было иначе. Я тоже был красивым, нравился бабам и не знал у них отказа. Но это другой рассказ. А пока послушай первый. И не мешкой наливать, и насчет ночлега для меня не забудь подумать. Найдет ли Мария своего любимого сокола? Узнать можно, только прочитав книгу, найти которую можно в центре чтения дворца книги. А вы читали Рубанова? Делитесь в комментариях.